Здравствуйте, друзья мои! Мы знаем, что церковная традиция называет апостолом любви святого ученика Христова Иоанна Богослова, как говорит предание самого младшего по возрасту из учеников Христовых, из 12 ближайших учеников Господа нашего. Он оставил одно из самых удивительных, самых глубоких Евангелий. Он написал соборное послание, где как раз и звучит самая важная формула для сердца христианина, что Бог есть любовь. И он же написал апокалипсис, книгу страшную, но и утешительную. И писалась она в утешении. И мы, видя эти разные тексты, опознаем в портрете, в лике одного человека разные акценты и состояния. Тут и любовь, и глубина богословия, и забота о своих чадах, такая нежность, которая особенно чувствуется в посланиях соборных апостолов Иоанна. И, с другой стороны, удивительное мужество перед лицом испытаний. Ведь книга «Апокалипсис», да и первое соборное послание — это довольно страшный текст. Ведь именно в соборных посланиях у апостола Иоанна Богослова это единственные тексты, где звучит термин «антихрист». Больше нигде в Писании он не встречается. То есть это не какая-то, понимаете, сентиментальная любовь. Или, может быть, такая, знаете, доброта, кротость, такая житейская. А доброта и любовь сродни с мужеством, со стойкостью, перед лицом самих жесточайших испытаний. И вот нечто подобное мы испытываем, когда пытаемся охватить мыслью текста апостола Павла, которого тоже, я думаю, по праву мы могли бы назвать апостолом любви. Потому что гимн любви, записанный им в первом послании к Коринфянам, знаменитый гимн любви, это, конечно же, просто вершина богословского творчества и христианской поэзии. И не только в послании к Коринфянам, но и в послании к римлянам знаменитый текст, который иногда поют в церквях «Кто он и разлучит от любви Божией», это тоже гимн любви, любви Божией, гимн, который так любили новомученики, исповедники церкви русской, когда пели его, сохраняли это песнопение, особенно в изложении композитора, священника отца Яна Соломина «Кто он и разлучит», пели, отправляясь в ссылку, отправляясь в тюрьму. И апостол Павел, проживший сложную жизнь, имевший довольно трудный, тяжелый характер, по свидетельству даже самих его современников, тоже в своих посланиях выступает как многоградный человек, сложный. С одной стороны, добрый, нежный, с другой стороны, иногда резкий. Вот его послания богословские, такие как послания к римлянам, или к Коринфянам, или к Галатам, написаны человеком большого ума и привычки к последовательной, к длинной мысли. Мы видим в нем богослово, мы опознаем в нем мыслителей самого настоящего, не просто человека, который любит поговорить, оратора, а который привык к последовательной мысли, к логическим умозаключениям, которое требует не только навыка и привычки, и усидчивости, но и мужества. Мужество перед лицом истины, потому что те выводы, к которым он приходит, их нужно принять, принять мужественно, потому что истина существует, даже если не существует тебя. Вот тот фундамент, на котором возможна мысль апостола Павла, и возможна мысль великих наших мудрецов и мыслителей, которые пошли по стопам апостола Павла. Мужество мыслить, мужество отдаваться истине, мужество служить истине. И послание апостола Павла выдают в нем человека, человека глубокого, но не холодного ума, а вместе с тем горячего сердца, мистика. И самое удивительное в его текстах в том, что мы, читая эти 14 посланий, видим как будто разные дневниковые заметки на полях его биографии. Это как будто бы одна книга. Вот богословские тексты, большие, протяженные, пространные. Вот знаменитые его послания, написанные из тюрьмы, или их, как богословно называют, послания из уз. Меняется совершенно характер. Здесь был мыслитель, который легко цитировал древних авторов, навскидку соединял тексты древних пророков. И тут послания к Ефесиным, Колоссиным, к филиппийцам, которые пронизаны какой-то необыкновенной нежностью. Нотки, которой как будто бы не было, она отсутствовала в больших его богословских текстах. Наряду с этим личные послания, которые отличаются не просто интимностью, но и несут в себе печать какой-то такой вызывающей, иногда даже пугающей откровенности. Ведь мы читаем послание к Тимофею, послание к Титу, и понимаем, что это же писал апостол Павел, апостол любви, нежности. Вот ведь как он пишет удивительное в послании к филиппийцам. А здесь вдруг появляется какая-то резкость, которая может быть допустима даже в послании к Коринфянам, когда речь идет о грешнике. Но тут в послании к Тимофею зачем же он говорит о том, что хочет, вернее, не просто хочет, он предает сатане своих бывших учеников, людей, которые предали веру. Он предает сатане, как может апостол любви кого-то предавать сатане. И послание к Тимофею отличается такой глубиной, смирением, словом покаяния. Ведь и оттуда мы именно из этого послания позаимствовали в нашей молитве перед причастием реплику о грешнике, из которых первый я. Это ведь апостол Павел про себя сказал. А мы без этой фразы теперь не можем обходиться на литургии и всегда произносим ее, молимся и вспоминаем ее. И тут в послании к Тимофею вдруг появляются какие-то резкие нотки относительно женщин. Почему? Вдруг? Ведь он женщин защищал. Ведь это апостол любви и нежности. Почему он так резко, например, говорит о вдовицах и так резко осуждает роскошь псевдо-вдовиц? Он говорит здесь о тех женщинах, которые тогда впервые, в первом поколении христиан, примеряли к себе образ жизни монахинь. Монашества еще не было, оно появилось гораздо позже, но уже апостол Павел обличает лицемерие, роскошь, болтливость, которая свойственна этим праздным женщинам. И тут у него звучат такие нотки, которые ему не хотят простить наши богословы, условно именуемые либеральными, которые считают, что так нельзя было говорить. Но он обращает внимание на быт, на то, что семья должна быть традиционной. И у него звучит удивительная фраза, которая некоторым нашим православным людям, особенно молодым и только выцерковляющимся, взрывает мозг. Вот он говорит в послании к Тимофею. «Если кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Ну как такое можно сказать? Ведь мы же в церковь ставим прежде всего. И я знаю молодых людей, неофитов, с которыми я общался, и они приходили ко мне с возмущением, цитировали эту фразу. То есть вот родители, понимаете, они в церковь не ходят, я их пытаюсь заставить поститься. Вот у меня жена там, понимаешь, воюет со мной. А апостол Павел говорит, что я должен заботиться о них. И если я не заботюсь о самых близких, то я ни больше, ни меньше отрекся от веры. И хуже неверного. То есть ты, бываешь, можешь сказать про себя, что я хожу в церковь, не пропускаю ни одно воскресенье, закончил богословские курсы, прочитал все собрание сочинений Иоанна Златоуста. Я причащаюсь регулярно, слушаю все проповеди, подписан на все православные каналы. Ну неужели этого мало? Ну да, вот у меня в доме, меня не понимают. Меня не понимают, я живу как в пустыне. Ты не заботишься о своих близких. Ты идешь в церковь, если ты, женщина, не подумав о том, о завтрак, кто приготовит твоим детям. А чистую рубашку кто твоему мужу повесит на плечики, чтобы он на работу пошел спокойно, без нервов? А если это муж, а ты позаботился о том, кто довезет твоих детей сегодня в школу, а как твои родители, а что в доме хватает всего, а почему ты не отремонтировал эту дверь уже второй месяц? А почему ты елку, уже 8 марта ты елку не вынес из дома? В конце-то концов. Апостол Павел говорит в этих посланиях, отрисованных лично его духовным детям, очень резко он не сдерживается. И он говорит, если ты о своих близких, о домашних не печешься, ты, оказывается, отрекся от веры, это все было напрасно, эти твои походы в церковь, все эти посты, причастия, беготня за духовником, звонки в 12 часов ночи о своих помыслах. Это все не имеет значения. Ты отрекся от веры, потому что дети твои не накормлены, потому что супруга твоя не обогрета, потому что ни слова ласковые ты родителям не сказал. Ты отрекся от веры. И ты, хотя внешне ты приличный христианин, кажется, но ты хуже неверного. И для нас эти слова апостола Павла не противоречат, на самом деле, всему комплексу его текстов, а являются необходимым дополнительным элементом, который все расставляет на свои места, потому что можно далеко уйти в религиозные романтики. Но трезвое слово апостола нас ставит сразу на ноги, в правильном положении и ставит не просто перед лицом, перед Господом, перед истиной Христовой, но лицом к лицу, к своим ближним, за которых мы дадим Господу отчет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok